добрый день мои дорогие подписчики и все кто меня сейчас смотрит вы на канале светлана воронина вязание и сегодня в этом видео я хочу с вами поделиться своими покупками в магазине fix price которые я сделала вчера девочки ездила вчера в вешенскую по дела ну по поводу найденного паспорта и материнского капитала порешала там вопросы и зашла fix price прикупила для себя немного уходовой косметики и хочу с вами поделиться что же я купила в магазине fix price значит смотрите первое что я взяла это вот такая глина для лица для тела для волос питательная розовая алтайская с омолаживающим эффектом очищающие ну девчонки я уже ее испробовала стоит она 55 рублей сейчас сфокусирует вот можете почитать что это такое вот такая глина очищающие испробовала я да делала с нее сегодня с утра маску для лица вот такая она девочки мне понравилось как бы такого супер какого-то эффекта нет ну кожа получилась мягкая свеженькая такая в общем меня устроила буду пользоваться дальше слышала что девочки говорили и у меня племянница говорила что делали они маску для лица из такой глины и у них было какое-то жжение на лице у меня нет девчонки я не заметила этого в общем мне понравилось буду пользоваться дальше стоит она там по моим 55 рублей девочки это ни в коем случае не реклама это я просто с вами делюсь что я купила чем я пользовалась следующее это крем для рук с козьим молоком вот такой крем супер питательный с козьим молоком девочки понравился мне очень я люблю такие крема я часто пользуюсь кремом без крема для рук я не могу вообще после воды после моющих средств после всего мне обязательно нужен крем и я не люблю такие легкие крема которые помазал и его вообще на руках не ощущается мне нужно чтобы он был питательный немножко с таким ну немножечко жирный вот тогда меня все устраивает после него кожа мягкая вот этот крем да мне подошел очень нету резкого запаха есть запах такой легкий но он быстро выветривается а кожа рук такая остается мягкая значит смотрите вот протеины молока комплекс масел насыщен насыщение питательными микроэлементами сейчас сфокусирует вот необыкновенно гладкая нежная кожа рук да это действительно есть вот такой крем вот такой текстуры он такой легкий беленький вот легкий хороший крем не очень нравится руки после него такие хорошие мягкие я вообще люблю крема для рук так следующее что я купила это вот такой крем для ног ну не сказала бы я что в нем такой эффект который я хотела бы я люблю чтобы вечером помазал ножки утром встал они мягкие напитанные кремом в этом креме нет такого эффекта нет да он убирает сухость вечером когда помоешь ножки помажешь он убирает сухость смягчает но когда утром просыпаешься такой прям мягкости нет то есть крема на ногах вообще не ощущается запахом ментола такой мятный запах приятный легкий масло мяты кипарис сочный лайм ментол крем уход для ног арктическая свежесть смягчает дезодорирует поддерживает hydra баланс увлажняющая формула но я не сказала чтобы он надолго увлажняет убирает сразу сухость а к утру уже ножки такие же как были крема на них не ощущается сейчас сфокусирует нет не получается ладно девочки вот такой крем стоит он тоже 55 рублей буду пользоваться желаемого эффекта нет но пользоваться можно следующее что я купила это моточек вот такой пряжи пряжа троицкая пчелка детская серия значит цвет у нас светло-серый меланж идет что у нас здесь заявлено спицы 22 с половиной номер и здесь у нас идет не 100 грамм 80 грамм и 400 метров ну да она такая тоненькая ниточка девчонки купила я ее хочу матвею связать манишку в две ниточки и вот поздней осенью под курточку одеть такую не совсем теплую а слегка такую вот легенькую но как раз вот то что нужно в две ниточки будет садик манишку очень удобно потому что сегодня утром было прохладно и как бы под курточку теплую кофту не оденешь будет жарко одели легенькую кофточку а шейка осталась голенькая поэтому вот манишка вот такая именно не помешала бы ему девочки свяжу и с вами поделюсь как она получилась что с этого вышла пряжа такая мягкая мне очень нравится тепленькая мягкая с этой пряжи я еще не работала буду пробовать и в первый раз много отзывов слышала ней много у девочек смотрела сама еще не пользовалась буду пробовать вот девочки теперь я перейду к тем процессом которыми я сейчас занимаюсь значит чем я занимаюсь занимаюсь я сейчас вязанием носков есть у меня несколько заказе ков на носочки ну и для семьи тоже как бы уже прохладно нужны носки девчонки вот такие носки сейчас я вам покажу одну секундочку подождите я вам покажу целый носок вот девочки вот такие цельные носочки получаются пяточка усиленная чтобы подольше служила вот такие убавления аккуратненькие и здесь тоже так все аккуратно и красиво получается вот такие носочки пряжа это у меня карачаевская в клубочках но девочки купила и опять клубочка в такой пряже и один из них наполовину можно было просто выбросить во первых он был весь на узелочках во вторых у него была такая жуткая скрутка вообще он какой-то толстый некрасиво скрученный вот эта шерсть которая здесь вот ровненько все идет а там какими-то вот такими бугорочками все ну в общем пол клубочка я взяла и выбросила дальше с него вязать носок это было что-то нереальное тем более если на заказ с какими-то узлами с какими-то буграми были 6 шерсть или что это вообще непонятно и но остальные клубочки как бы вот хорошо ровненькие идут и нравится мне она не грубая пряжа вот носочек он мягкий можно пользоваться и цвет мне нравится такой светло серенький приятный вот таким процессами я занимаюсь следующий процесс у меня который немного остановился на этой неделе я вообще его не вязала это вот такой у меня идет детский костюмчик из пряжи бонбон вот я связала кофточку ну конечно я ее еще не довязала здесь такая резиночка ниточки я еще не убирала вот таким узором красивым здесь идут дорожки и вот такой колосок вот с таким капюшоном вот красивый девочки мне нравится капюшончик и пряжи девчонки я работаю с ней первый раз но она мне очень нравится она такая мягкая петельки ложатся очень красиво не знаю вот детские вещи с нее вообще бесподобные даже если взрослому связать кофточку она такая приятная к телу вообще девчонки значит на капюшоне немножко с вами поделюсь на капюшоне идет вот такая резиночка я ее вязала с подворота то есть она получилась двойная вот сюда я в дену шнурочек с бубончиками и можно будет капюшончик затянуть что еще нужно будет мне связать рукава штанишки пинетки и шапочку к этому костюму вот девчонки показала вам свои процессы жду ваших вопросах в комментариях девчонки была рада с вами поделиться подписывайтесь я очень рада своим подписчикам и тем которые у меня есть и ей новым подписчикам пишите в комментариях девчонки до следующих встреч всем пока пока с вами была светлана воронина